привет друзья мои новый день новая пища новый рейс новый трак еще новый рейс новый трак фредлайнер каскедия 2019 года в принципе 20 и 21 года модели ничем не отличаются от 19 так что новый фредлайнер каскедия можем посмотреть заехали на мойку поэтому можно посмотреть его в относительно чистеньком виде здесь удобно только единственный минус что ступеньки такой же нету со второй с пассажирской стороны вот так трак выглядит внешне я в основном езжу в компании на траках volvo и вот на таких траках фредлайнер так что если вам если у вас есть какие то вопросы по тракам volvo или по тракам фредлайнер каскедия то вы можете их мне задать если я знаю ответ я вам отвечу в основном на volvo и на вот таких фредлайнерах в нашей компании ездят водители то есть я на этих двух марках уже отъездил полтора года пойдемте с вами на обед и посмотрим что там у нас внутри есть вокруг все выглядит очень так культурно чисто восьмидесятая трасса еда у меня с собой так что буду есть свое то что взял из дома гречу с сосисами это классика вы гречу сосисами буду есть салатик и эклер еще у меня есть с собой на сладкое к чаю очень чисто и красиво да классно он старбакс такой красивый под дерево там значечек культурные вот посидеть можно и на диванчике где угодно супер прекрасно друзьям и будем делать перерыв отдыхать расслабляться наслаждаться какие тут туалеты друзья мои просто красота какой туалет супер чисто красиво современ и вот так замечательно выглядит мой сегодняшний обед клетчик салат гречка с сосисками и чай абсолютно замечательное место чисто и народу немного сегодня понедельник в принципе люди по дороге должны ездить заезжать иногда но почти никого нет видите друзья на нормальном тракстапе должен разделяться мусор на ресайкл трэш из культурных местах должно быть так а то в основном на всех тракстапов все кидают в одно короче загаживаем и америку и нашу окружающую среду нещадно поэтому должно быть вот так америка страна производства наибольшего количества мусора в мире я думаю загаживаем планету очень сильно вот на тракстапах всегда все валяется рядом есть урны хотя все равно этот все нет не распределяется на пластик ресайкл трэш картон все в одно все на трыб на всех тракстапах все кидается в одно место все равно еще и все швыряют мимо то есть все стоянки траковые все тракстапы все всегда загажено кто смотрел внимательно предыдущие выпуски моего видеоблога тот знает что я всегда ездил на вольво на траке вольво в этот раз я еду на фред лайнере поэтому попробую сделать для вас обзор этого фред лайнера и раньше я относился к фред лайнерам не очень хорошо потому что я просто напросто привык вольво сейчас я еду на фред лайнере каскедия в принципе что-то вольво я еще года нету что фред лайнер этот они примерно одинакового состояния пробег 220 тысяч миль еще года нету почти год 19 года выпуска и хочу вам сказать что прекрасная машина чуть-чуть надо привыкнуть после вольво но машина прекрасная посмотрите сами состояние идеальное открываем так обзор приборная панель ключ вставляется вот там снизу вот там видите гнездо лагбука стоит рядом ключик вставляем вставляем ключ поворачиваем автоматическая коробка передач 12 ступенчатая двигатель 505 лошадиных сил все запускается легко все хорошо и удобно единственный не единственный несколько минусов которым не привык после вольво это то что зеркала меньше то что здесь нету козырёчка от солнца отдельного то есть нужно вот этот козырёк можно поворачивать как на легковой машине сюда на вольво здесь козырёк один здесь козырёк другой и здесь нету над нами над водителем нету никакого света на вольве здесь расположены лампочки с разным цветом с красным синим с бледным желтым а здесь как на легковой машине только вот здесь центре уже а так машина пластик более серьезный все более надежно ничего не гремит как-то по надежности в общем фред лайнер получше будет чем вольво коробка автомат передачи переключаются на руле сейчас я вам покажу роль регулируется просто на вольве конечно более современный регулятор руля но это не самое главное в траке вот приборная панель все здесь как обычно расход топлива вы видите 9 и 3 мили с галлона то есть расход топлива это он показывает средний расход за последнее время на вольве на такой же с таким же пробегом на новой годовалой вольве с таким же примерно 220 тысяч пробегом расход у нас был при такой же работе где-то 77 миль с галлона то есть каскедия более экономично чем вольво 9 и 3 9,3 мили с одного галлона солярки с одного галлона дизельного топлива здесь все довольно так сделано надежно передачи переключаются вот здесь на руле это не очень удобно но привыкаешь главное не перепутать с тем когда ты переключаешь на левой стороне щетки до щетки переключаешь главное не перепутать переключение щеток переключением передач но если вы во время движения переключите передачу в принципе ничего не будет просто нас кинет на нейтралку то есть ничего там не заклинит так сиденья ну как во всех траках регулируются но например в сравнении с вольво и сиденья более широкие такие просторные ну здесь можно отрегулировать себе многие параметры тем не менее если человек крупный то каскедия ему подойдет а вольво ему может быть сиденья в вольве могут быть узковаты для крупных людей в теле так скажем да ну здесь все параметры как как обычно до свет различный посмотрим дальше дальше здесь мы закрываем да вот в этой зоне можно например если мы ездим в теме заглянем спальник вот здесь у нас уже верхняя полочка есть свет лесенка имеется в отличие от новой вольвы в которой лесенки нету достаточно просторные спальни так у нас рубрика отдых дальнобойщиков сейчас мы пойдем ужинать мы находимся в русскоязычном районе филадельфии пойдем ужинать в ресторан самарканд как раз нам показывают по телевизору тур по ресторану чтобы нам самим не ходить я знаю но я хочу показать отдых дальнобойщиков свои рубрика вольды отдых дальнобойщиков где мы можем поужинать вот замечательно вам показали как раз и все вот такая в нашем русскоязычном районе есть еда всякое разное кто-то хочет сидеть кабинка кто-то может сидеть в центре вот такое отделение кто-то может есть просто банкетный зал еще ресторан самарканд лагман чай с лимончиком греческий салата чук чук самса танды вот такая погода хорошо было бы когда да правильно хорошо было банана крисмас и на новый год а сейчас 7 февраля вот первый раз в такой нормальный снег за эту зиму попал я 7 февраля продолжаем тему транжиры на дороге когда уже своя еда закончилась вот в панера бред купил такую вот запеченная такая штучка из слоеного теста с беконом и шпинатом шоколадный круассан чай если кто-то не знает то я бросил пить кофе им распаковываем посылочку что тут мне пришло режим вот такая вещица что же это такое это микрофончик вот такой замечательный микрофончик прекрасный дизайн для айфона просто идеально еще куплю мохнатку такую чтобы сумма подавления на ветру было хорошим вот такая коробочка стильная микрофон шур мы берем любой айфон любой айфон берем втыкаем в порт айфона втыкаем в айфоновский порт и пожалуйста мы имеем в разные стороны направленный микрофончик друзья мои в прошлом видео в котором я рассказывал про бесплатную еду в филадельфии я обещал что разыграю открытку для тех людей кто оставит комментарии к моему этому видео ну пришло время выбрать победителя у нас комментариев очень мало я понимаю что пока канал у меня еще не такой крутой как хотелось бы комментариев немного вот видите открываю все комментарии в том виде в котором они выглядят у меня под видео комментарии всего шесть александр толик женя это я знаю что это же не это мой друг алекс донат и токсик геймер то есть всего шесть человек прокомментировали дальше там под под этими комментариями уже мои ответы идут так что я открываю генератор случайных чисел вот он набираю числа от 1 до 6 и когда я нажму кнопочку голос генерировать числа тогда мы выберем победителя которые пронумерованы у нас в том порядке в котором я вам только что показал в котором отображаются комментарии под моим видео в данный момент у меня на компьютере ну что поехали нажимаем палец дрожит уже волнуюсь комментарий номер три победил нас открываем так кто у нас был под номером 3 мой не считаем 1 александр 2 толик и 3 джей фургус победил у нас джей фургус это кстати мой друг женя мы увидели что я не отправляю открытки своим людям я нажал на генератор случайных чисел и он выбрал число 3 так что открытку я отправлю евгению в город омск жень напиши мне на электронную почту свой адрес и я тебе отправлю открыточку с удовольствием в омске я не был уже семь лет так что я думаю открытку от меня будет тебе получить приятно женя это мой одногруппник из ветеринарного омского института так же как я мы работали вместе бок о бок в ветеринарной омской государственной службе так что поздравляем нашего победителя ну и что я думаю продолжим наш конкурс то есть условия остаются те же самые только давайте в этот раз мы выберем лучший комментарий то есть сделаем подарок не за случайный комментарий а за комментарий который который больше всего понравится моей жене вот так сделаем комментарий который выберет моя жена под этим видео которое вы сейчас смотрите точно так же человек получит от меня открыточку за лучший комментарий который выберет моя жена так что друзья пишите комментарии оставайтесь со мной если вам нравится ставьте лайк подписывайтесь на мой канал вот здесь видите нажмите палец вверх обязательно подпишитесь и поделитесь моими видео с друзьями если они вам нравятся и если они могут быть интересны кому-то из ваших друзей и знакомых все друзья спасибо увидимся я поехал дальше